Всем привет! Меня зовут Петр Шаповалов. Я, можно сказать, CISO виртуального форта. Это такой облачный хостинг, который дает не просто инфраструктуру, но еще и сервисы по безопасности, комплаенсу и так далее. Рассказывать сегодня буду про общие подходы, про то, что нам нужно предусмотреть, если вдруг мы задумаемся о переезде в каком-нибудь облачного провайдера, либо захотим поднять свое частное облако и при этом чаще всего оно будет управляться каким-то там смежным подразделением и что нужно будет с ним согласовывать и так далее. Для начала хотелось бы поговорить в целом о постановке задачи. Как говорится, зачастую у нас доклады и презентации любят начинать с каких-то очень мудрых мыслей, мудрых людей, живущих далеко в прошлом, в неком настоящем и, может быть, даже в будущем. Поэтому начнем с языковых моделей. Это просто так по приколу решил спросить, а что же нам делать-то в современном мире. Вот получил два ответа, которые на самом деле коррелируют с теми задачами, которые всем разработчикам, админам, безопасникам приходится решать. И главная, как бы основная мысль это в том, что о безопасности, как о процессе, нужно думать немного заранее. Но с чего все обычно начинается? Так, он работает вообще? Ага, вот. А начинается все обычно с идеи, да? То есть приходит умная мысль человеку в голову, тот думает, о, неплохо было бы реализовать там тот или иной сервис, тот или иной бизнес-процесс. Для бизнес-процесса нужен набор каких-то компонентов. Я тогда сейчас пойду быстренько запилю какую-нибудь приложеньку, а потом и масштабирую в большую интерпрайз-компанию. И будем много получать прибыли, денег, будет классно, здорово. И все заживем. Но на деле вся эта идея, да, она обычно воплощается в то, что мы напишем какую-нибудь маленькую приложенец, свяжем его с какой-нибудь базой данных, потому что данные в любом случае в этом приложении будут обрабатываться. И, соответственно, вся работа, она будет вот в таком очень простенькой, логичной схеме. Потом вдруг мы понимаем, да, что ну как же наш бизнес может работать, он же должен как-то управляться, нам нужно получать от него какие-то метрики, мониторинги, отчеты. Зачастую мы можем написать какой-то дополнительный функционал в приложении, либо завести какой-то отдельный компонент, который будет заниматься мониторингом. Как минимум, да, неплохо было бы бизнесу узнать, вообще работает то, за что он там отвечает или нет. Естественно, у всего этого появляются какие-то стороны, с которыми наш продукт будет взаимодействовать. Это могут быть пользователи нашего приложения, это могут быть какие-то третьи стороны контрагенты, это может быть какая-то система, точнее, совокупность людей, которых я назвал, системных администраторов, девопсеров и так далее, кто нам наши продукты будет в итоге поддерживать с точки зрения IT. И, соответственно, на практике, наверное, многие сейчас узнают что-то знакомое, на практике это вливается вот в такую инфраструктуру. У нас появляется одна виртуалочка, если мы это где-то заказываем, либо это будет наш один какой-то сервер, на который мы просто копипастим роли, все в одном месте, все работает великолепно, потому что дешево, сердито и минимал продукт мы запилили, все работает. Но вдруг приходят регуляторы, приходят контрагенты, которые на самом деле говорят, знаете, а так это не работает. Вам нужно достаточно много всяких штук предусмотреть, многим вещам соответствовать, вам нужно наладить внутри своей компании определенные процессы, выделить определенный штат работников, которые будут эти процессы поддерживать, вам нужно соответствовать различным стандартам, различным требованиям, скажем так, регуляторов непосредственно, относительно к федеральным законам и так далее. И тут вы смотрите на вашу инфраструктуру с одним сервером и понимаете, блин, ну ладно, наверное она как-то чуть-чуть поменяется, возможно все обслуживание станет дороже, но так и быть, я пойду сейчас выделю денег, куплю еще серверов, и мне станет хорошо. Вы начинаете все это покупать, 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 ваша инфраструктура разрастается до вот такого, на самом деле пример должен быть больше, просто он в слайд не влезал, там серверов еще в полтора раза побольше должно в идеале быть, чтобы хоть какой-то там минимальный набор и комплайенса, и процессов основных получить, вот в такую бы позу все вылезли. И возникает сразу закономерный вопрос, да, то есть если мы не рассматриваем это как облачного провайдера, то нам нужно каждый все из этого покупать, все из этого реализовывать самостоятельно, нанимать, главное, людей, огромное количество, которые должны будут следить за этой инфраструктурой, должны будут поддерживать процессы, контролировать друг друга, должны будут формировать отчетности регуляторам и много-много-много чего еще делать. Вот, и возникает отсюда закономерный вопрос, а как бы все так здорово поупростить, да так, чтобы еще я и продолжал дальше работать и получать прибыль, и при этом мне ничего за это не было. Вот, и зачастую бизнес-подразделения, они, ну, как бы ближайшие к их логике отдел, да, это, наверное, отдел будет с продуктовым отделом, где там разработка, софт, и поэтому, в принципе, бизнес-подразделения, ставящие задачу, они первый отклик получают от своего продукта, то есть было бы неплохо все, что нам требуется, да, вот с левой стороны, как-то уменьшить до уровня только лишь нашего бизнес-приложения, чтобы, как бы, уменьшить себе скову пробот и при этом жить припеваючи. Вот, на деле напрашивается, да, тут вы уже много докладов послушали, и много мыслей одно и то же протекало, что многие уходят в виртуализацию, в облачные хостинги, которые могут большую часть головной боли взять на себя. Все зависит от того набора кирпичиков, сервисов, которые эти хостинги предоставляют, но тем не менее. В таком случае все может уменьшиться, да, то есть вспоминаем, на предыдущем слайде у нас был такой размер, мы в конечном счете можем уменьшить это все до, там, двух, ну, вообще, на самом деле, при определенных сервисах можно все совместить до одного или там до набора неких функций с бессерверным вычислением и так далее, и так далее, и так далее. То есть все можно в сколп уменьшать и реально рулить только кодом своего приложения и только лишь им на остальное, смотря через призму своих бизнес-задач и только лишь их. Вот. При этом, чтобы подготовиться вот к такому переходу, это, к сожалению, не работает по принципу, ну, я пойду там, накликаю себе виртуалок или там подпишу договор, скажу, мне вот нужно столько-то там, три для приложения, два для базы данных виртуальных машины, и все замечательно, у меня сейчас все заработает. К сожалению, это работает не так, как минимум не всегда так, и об этом, собственно, сегодня будет мой доклад. Профит от перехода в облако, он по части в большей степени очевидный, то есть, во-первых, мы капитальные расходы переводим в операционные, у нас, возможно, быстрое масштабирование, мы не сильно, когда у нас на начальном этапе маленький объем наших транзакций, финпотоков, потом мы растем, да, и, соответственно, можем расти вместе со своим бизнесом и по инфраструктуре. Наш поставщик дает нам некие гарантии, которые он обязуется соблюдать, и, соответственно, мы их уже можем учитывать и на них рассчитывать. Что немаловажно, появляется доступ к экспертизе, да, то есть, если поставщик специализированный на определенных конкретных технологиях решениях, то, соответственно, и люди, которые их поддерживают, они явно в этом варятся, в этом многое чего понимают, и, соответственно, могут помочь для повышения эффективности нашего бизнес-процесса, именно бизнес-оуба. Поставщик может давать безопасность как сервис, что, соответственно, нам может закрывать большую часть требований от регуляторов и плюс повышать реальный уровень безопасности, тем самым, что мы не будем оглядываться, нам не нужно искать у себя в штате работников, у кого-то там было профильное образование, либо он очень сильно любил, в свое время увлекался поиском уязвимости, и вот теперь ты будешь у нас там этим заниматься и строить целый процесс. А как, опять же, на докладах вы сегодня слышали, что это не так-то просто, да, это не тривиальная задачка, просканировали, почитали и нажали кнопочку апдейт. Вот это немного более сложная вещь. Вот, может появиться соответствие стандартам как сервис, это, по сути, следствие из предыдущих двух решений, что, как и на предыдущих докладах сказано было, что, по сути, в рамках вашего аудита могут проверять только ту часть, за которую вы отвечаете, и перезачитывать то, что сертифицировал у себя хостинг. Вот, у вас, по сути, в рамках вашей же оценки будет меньше область проверки, то есть меньше процессов внутри аудита, которые вы будете демонстрировать вашему аудитору. Ну и сокращение затрат на узконаправленных специалистов. Здесь, опять же, повторюсь, это очевидность следствия из всего предыдущего. Вот, но, как я уже сказал ранее, да, просто так, с наскока прыгнуть в облако, оно можно, но потом будет немного больно, поэтому лучше к этому заранее подготовиться. Как? Первонаперво, лично я рекомендовал бы начать с процесса разработки. В большинстве компаний он может нести за собой какое-то стихийное положение, да, то есть разработка, там, проснулся разработчик, говорит, о, классную фичу сейчас запилю. Сел за консольку, накатал, закомитил, сказал, катайте на прот, все, я зуб даю, там все классно будет. Вот, и так и делают, потом все ломается, все начинает откатываться, потом вдруг нечаянно что-то гид сломался, блин, надо все из бэкапа достаем, все откатились, вот все нормально, все. Разраб такой, а, погодите, я же это, стоп, я там пропустил, надо было еще, короче, вызвать функцию, и вот еще накатал. И пошла вот эта вот волна череда, вот, стихийной разработки, когда фичу планируют просто там, в курилке постояли, скажем, блин, а неплохо было бы нам сделать какие-нибудь рекуренты, да, чтоб они там были на хэшах. Такие, о, круто, пойдем. Вернулись, накодили, запушили, все, закатали, не заработало, и грусть наступила. Вот, поэтому процесс разработки, лучше его немножко структуризировать. Не обязательно следовать прям каким-то жестким методологиям, требованиям, и выстраивать все там, тютелька в тютельку, чтобы на каждый чих была бумажечка. Нет, просто посмотрите на свой процесс, и постарайтесь его немного вернуть в некую такую форму, которая поможет вам в дальнейшем ввести, вот, тоже, я сегодня немножко буду цитировать предыдущие доклады, потому что в них очень клевые мысли звучали. Можно взять вот четыре шага, да, планирование внедрения контроля показателей улучшения, да, многие в этом увидят, цикл PDC, деминга и так далее. На самом деле штука прикольная, потому что она дает некую возможность из огромной такой энтропии вычислить хотя бы немножко структуры, да, то есть на что можно опираться в дальнейшем при работе. Вот на этапе, например, планирования, что мы можем сделать? Можем посмотреть на свой софт, на свою разработку и подумать, интересно, а вообще с чем работает наше приложение, что мы делаем? Там, в рамках бизнес-процесса мы, например, проводим какие-то платежи. Какие данные в платежах участвуют? Там, наверное, есть плательщик, наверное, у него есть персональные данные какие-то. Сам платеж как проводится? Если он там проводится банковский, там есть какие-то реквизиты, есть информация о счетах, об остатках. Если это карточный платеж, значит, там есть карточка наверняка, карточка у нас платежа какая? Приложение работает с посттерминалами или нет? Значит, там есть какие-то разновидности карточных данных и так далее. Далее нам нужно по этому пулу активов провести его некую классификацию. Классификация может и чаще всего она делается по уровню критичности. То есть можно, в принципе, задать себе вопрос. Если вот с этой порцией информации что-то случится, там и украдут, опубликуют, мы просто не получим к ней доступ. Насколько сильно и больно нам будет, откуда нам прилетит и чем мы будем отвечать? Если ответы на эти вопросы будут, что будет очень больно, прилетит просто со всех сторон, в первую очередь от нашего регулятора, там, банка Эквайера, либо от топ-менеджмента, и при этом все будет настолько дорого, что можно закрываться, ну, это, значит, критичный актив. Вот. Если прилетит с двух мест, то, можно сказать, ну, чуть-чуть полайтовей. Вот. И хотя бы вот такую градацию между ними выстроить, для того, чтобы, опять же, просто понимать, с чем вы, собственно, работаете. Это на будущих этапах вам сильно, на самом деле, пригодится. Далее, что нужно сделать? Посмотреть на архитектуру своего приложения, на архитектуру, в принципе, самой разработки этого приложения, и проверить, хотя бы попробовать, набросать из головы, какие есть угрозы для нашего софта. Угрозы могут быть связаны с непосредственно архитектурой, да, то есть разработчик просто там низкой квалификации не мог предусмотреть, что там нужно фильтровать входящие данные, и, скорее всего, в нашем приложении может быть какая-то уязвимость. Либо угроза может быть связана с архитектурой с точки зрения использования каких-то сторонних сервисов, которые непонятно вообще, каким уровнем доверия обладают. Опять же, исходя из того, что вдруг там Ваня, Вася, Петя, Коля проснулись и подумали, о, неплохо, я слышал там где-то на домене Южноафриканской Республики есть клевый сервис по скорингу карточных данных. Наверное, вот мы будем туда заправлять наши карточки после формы оплаты, они нам выплюнут какой-то скоринг, и мы его будем использовать в антифроде. Вот, ну, понятно, что, да, так можно просто сливать карты и без каких-то данных. То есть с точки зрения именно идентификации угроз, да, нам нужно их выявить для нашего приложения. Дальше мы должны проверить, есть ли в нашем софте в рамках процесса разработки, как мы работаем с уязвимостями, идентифицировать их. Для этого обычно проводят либо первичные какие-то оценки, анализ защищенности, либо выделяют работника, который этим занимается. Опять же, для того, чтобы вы понимали, насколько, в принципе, уровень качества вашей разработки внутри компании, да, он, насколько он релевантен тем вашим бизнес-целям, которые вы хотите достичь. Вот, соответственно, после того, как получили всю эту выборку данных на руках, можно проанализировать риски. Методологию, опять же, не обязательно идти брать там, вот есть ISO 27005, я буду строго по ней, или там я найду методологию, кто там у нас, САНС по рискам, где есть куча огромная таблиц, и они ищут разницу между высоко и очень высоко, и вот в такой градации там все проводится. Опять же, не обязательно. Можете это все сильно упрощать, но главное проанализировать риски, понять, в чем, собственно, есть слабости в вашем приложении, в вашем процессе, и что из этого можно исправить, с чем можно смириться, и, соответственно, как идти дальше. При этом, ну, важный момент, да, что в любом случае в анализе рисков у вас всплывет compliance риски, да, за то, что, например, у вас нет своей разработки, или вы используете свою разработку через то, что вы пишете надстройку для какого-то коробочного продукта. Соответственно, там возникает вопрос, насколько этот коробочный продукт в принципе валиден, то есть проводил ли кто-то его анализ, сертификацию и так далее, под какие процессы он подходил. Вот, как только вы получите перечень рисков, с которыми вы не согласны мириться, формируется план обработки, в рамках которого вы уже можете скорректировать, внести, как бы, контрмеры, да, коррекцию в сам софт, в сам процесс, для того, чтобы риски как-то обработать. Я вообще просто сразу говорю, как по дружбе, если реально такую тему провести вот просто к текущему вашему бизнес-приложению, очень много интересных вещей вскроется, и действительно будет крайне полезно, если еще этого не делали. Если делали, то там с каждым разом все меньше-меньше-меньше должно быть нюансов всяких всплывать. Но для первого раза это просто открывающая тема, даже если считаете, что знаете свой софт просто по каждой строчке. На этапе планирования формируется некий план доработок, процессов, определение метрик эффективности этих доработок. И, собственно, дальше мы начинаем допиливать наше приложение, смотреть на то, какое оно будет клевое, классное, но при этом нужно не забывать о самом процессе безопасной разработки, о том, что у нас, во-первых, разработчики, тестировщики, все задействованные в этом процессе, должны быть люди, которые понимают, что такое безопасный код. Зачастую бывают ситуации, когда люди думают, что они это понимают, или там при вопросе «назови мне какие-нибудь топ-10 АВАСПа» могут долго зависнуть и удивляться, а что такое АВАСП. Так, это что-то там с вебом, наверное, связано. Здесь нужно, первое, обучить разработчиков, а дальше выстроить просто формирование каждого релиза через вот эти шаги. Здесь все указано, опять же, в верхнем уровне. Это можно реализовать чуть ли не на базе обычной вашей среды разработки. Если это, например, GitLab, там прям внутри него можно это все закочить, сделать. На базе прям его штатного функционала все будет из коробки, как воркать, так называемо. Соответственно, что это такое? Регистрация изменений, то есть не вносить что-то, если это спонтанное, то есть убрать вот эту стихийность. Она должна быть документированная, протоколируемая. Изменения не должно вноситься по инициативе одного человека. Имеется в виду, что тот, кто придумал, написал, чтобы это не попало в конечном счете в релиз. Опять же, исходя из соображений, рисков, что этот человек, а вдруг он заболел? И как бы вносимые его изменения сегодня, они совсем не соответствуют его состоянию сознания, и там, возможно, слив базы куда-то будет. Либо, соответственно, это изменение должно быть именно оценено не только лишь, условно, разработчиками. Должна привлекаться третья сторона для оценки рисков. Написание кода, само собой, приоритет отдаем людям, которые код писать умеют, код писать умеет безопасный, и понимают, что это такое. Код-ревью обязательно, даже если вы гуру просто разработки и знаете, что такое уязвимости, как писать безопасный код, знаете, как его тестировать, знаете, как его оптимизировать, и можете решать олимпиады, гугла, яндекса и всех-всех-всех подряд там за три секунды, все равно код ваш нужно будет вычитывать. И желательно, чтобы вычитывал человек, который реально тоже понимает, как безопасный код писать. Кросс-чекинг, наше все, просто спасает на раз. Функциональное тестирование кода и тестирование кода на безопасность, это зачастую уже стандартные процессы во многих компаниях, где есть разработка, реализованные чуть ли не через модули сред разработки, в которых это все крутится. Поэтому здесь, наверное, долго останавливаться не буду. То есть есть огромное количество и модулей, и готовых каких-то решений, и методологий, и вплоть до того, что это можно вручную просто делать, просто не так эффективно получится. Но тем не менее. Далее подготавливается релиз, и здесь есть нюансы в зависимости от схемы диплоя, которую мы проговорим чуть позже. К этому вернемся. Просто запомните, что этап подготовки релиза это такая штука, иногда бывает более важная с точки зрения контроля зон ответственности. И происходит само развертывание. Далее нам нужно контролировать показатели, которые мы определяли на предыдущих этапах. Соответственно, мы анализируем и учитываем все ошибки, мы анализируем инциденты, уязвимости, проводим анализ защищенности, тестирование на проникновение, смотрим, насколько клево и классно мы выполнили предыдущие шаги. Если предыдущие шаги были выполнены не очень хорошо, то нам нужно понять, в чем причина. То есть зачастую причина не только в том, что кто-то опечатался, зачастую причина в том, что кого-то недоучили. То есть приняли нового разработчика, приняли нового тестировщика, и он на этапе выполнения того шага, за который он отвечает, он просто не увидел, не узнал, не знал, что нужно проверять. И на практике, когда я занимался аудитами, там зачастую всплывала такая тема, что приходит новый разработчик в компанию, а потом в том куске кода, за который он отвечал, вдруг в логах находятся карточные данные. На вопрос, а почему они тут? Новый разработчик разводил руками и говорил, а мне никто не говорил, что их нельзя туда писать. Вот это как раз-таки причина того, что в самом процессе ввода в строй новых людей не было вот того повышения осведомленности, которое требовалось. Далее на улучшение мы должны все корневые причины проанализировать, сформировать задачи, распределить их для работников и внедрить эти улучшения для того, чтобы в дальнейшем оценить остаточные риски. Оценка остаточных рисков в основном статистически измеряется. То есть если вдруг на начальных этапах нашей разработки мы видели, что у нас куча регистрируется уязвимостей, в рамках эксплуатации мы видим в баг-трекерах кучу там всяких багов, мы видим кучу инцидентов от профильных подразделений, где есть там какие-то фроты или еще что-то в этом духе, а потом мы, когда прокручиваем наше вот это колесо, улучшения вдруг становятся меньше, значит мы на каком-то правильном пути. Опять же с точки зрения именно самого подхода, он может показаться немножко таким занудным, исочным, но к этому нужно относиться чуть иначе. То есть представьте, что с вас никто не требует сертификации, никто не требует бюрократии, вам просто нужно найти в море хаоса нотку чего-то твердого, на что можно опереться. В дальнейшем, когда мы определились с нашим процессом разработки, нам следует взглянуть на очень важный аспект, который почему-то зачастую игнорируется. Это обратить внимание на стек технологий, учет и анализ зависимости. Сейчас, насколько я помню, в новых стандартах советописи SSC, которые к карточной безопасности относятся по разработке, там явно проставили требование о том, что компания-разработчик, если выносит свой софт на сертификацию, либо сама сертифицируется по SLC, то у них должен быть процесс по идентификации и, собственно, учету всех зависимостей любого там кода, который разрабатывался на заказ, либо любого коробочного стороннего решения, используемого внутри своих продуктов. Это все нужно идентифицировать и вести учет этого. Почему? Здесь ответ, с одной стороны, очевидный, с другой стороны, я удивляюсь, почему это игнорится, но, видимо, тупо из-за массовости. Если вы пишете софт, например, на, ну не знаю, там, что сейчас современное, гошка, там, .NET Core, наверное, еще что-то. В общем, пишите свой софт и нередко, как минимум, да, там, например, используете пакеты для подключения к различным субэдэхам, к тому же валту, к телеге еще реализации, какие-то бапи их используете и так далее. Прошу прощения. Вы это используете для, собственно, удобства, да, то есть вы не пишете заново с нуля там какой-то драйвер, а вот непосредственно взяли там, заинклудили себе какой-то пакетик и его юзаете. Но, что происходит, когда вот ваш софт так работает, 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 а потом, там, через месяц, два, три, вы вдруг решили, ну, просто, там, командочкой заапдейтить пакеты, включаемые в ваш проект. И вы такую портянку сразу видите, в чего там, где что поменялось. А если начинаете читать релизноц от каждой этой портянки, то где-то там за последние там N версии вы увидите, что оказывается в них там закрывались какие-то уязвимости, в них были уязвимости отказа в обслуживании, которые можно было эксплуатить, просто обращаясь к вашей приложеньке с определенной там структурой запросов и так далее, и так далее, и так далее. И вот с точки зрения именно версионности вашего ПО, оно прям свежее, актуальное, все классное, все работающее, вы там следите, исправляете уязвимости в своем коде, но за зависимостями зачастую мало кто именно наблюдает. Вот, и это боль. Так делать не стоит, и это нужно отслеживать. Это можно документировать, это можно вести учет через непосредственно систему контроля версий, поскольку там у многого разновидности средств разработки есть такая опция, когда ведется учет. Либо можно поднять локальный какой-нибудь репозиторий и все пакеты, которые вы качаете снаружи, их хранить на нем. Соответственно, у вас будет контроль версии, в которой вы всегда можете почитать, посмотреть, что по ним пишут, и вести таким образом отслеживание продукта вот именно через локальный сервер пакетов. Вот, например, там на каком-нибудь Nexus поднять его и не париться. Вот. Соответственно, что еще здесь важно? По стеку технологий учета и анализу зависимости здесь есть еще зависимость от внешних сервисов. Сервисы, особенно если это какие-то сервисы вебные, сторонние, то они могут сегодня работать, завтра не работать. Послезавтра поменять свое API. Вдруг нечаянно уведомить вас когда-то по имейлу о том, что у них на самом деле сменился корневой сертификат и нужно перевыпускать все токены, все ключи, все сертификаты и для этого вам нужно к ним по хитрой ссылке обратиться, зайти в личный кабинет и сделать что-то там 3-е, 5-е, 10-е. А вы это просто заигнорили, потому что почту читайте раз в месяц, раз в неделю и среди общего потока это как спам все выглядит. Вот. Но эта активность, все место, кто-то может прийти и сказать, что вот знаете, там были скомпрометированы сие ключи, соответственно, мы там выписали какой-то вредоносный, подредоносный код-сертификат и к вашему приложению, к вашей приложению таким образом мы приходим. Вот от этого как бы нужно уходить через вот мониторинг именно зависимости. Это может быть зависимость не только пакетная, не только зависимость кода с какого-нибудь гитхаба или там с какого-то репозитория общеизвестного, но это может быть зависимость еще внешних сторонних сервисов и их опихи. Далее. Следующий камень, который очень часто встречается как проблема в разработке это управление секретами. Некоторое время назад и, наверное, даже какой-то большой доли по сей день секреты можно найти в репозиториях кода. Это прям реально боль. Даже на этот кейс можно простым запросом в Яндекс, в Гугл найти кучу софта, который занимается поиском секретов в репозиториях и даже если все разработчики говорят, что да вот зуб даем, что там в репозитории мы ничего не храним, у нас все секурно и безопасно, прогоняйте этой тулзой и вдруг выясняется, что где-то написано, например, опиха к какому-нибудь облаку или там опиха имеется в виду ключ опишный или где-то зашит какой-нибудь сертификат, который на самом деле будет использоваться как для проверки доверенности подключения к какому-либо сервису. Что это за собой как бы несет? То есть все секреты, которые компрометируются через репозиторий, зачастую репозиторий выносятся куда-то в стороннюю инфраструктуру, хотя, опять же, это тоже теперь уже спорный вопросик. Этот репозиторий может быть скомпрометирован. То есть мы не можем строить безопасность за счет открытости, точнее, за счет секретности архитектуры, хотя некоторые вендоры делают это все равно. Но тем не менее нам нужно сделать такую ситуацию, когда вся конфиденциальность, целостность нашего решения, она будет за счет того, что мы в принципе код для нас не так критично, если утечет, но вот для нас высокий риск, это когда утекают секреты, то есть на чем строится непосредственно конфиденциальность целостности наших решений. Поэтому не храним в репозитории кода, как следствие не храним их в коде приложения, что тоже зачастую бывает, мы говорим, ну у нас же там бинар формируется, и что толку, ну зашили мы туда секретик при компиляции. Это тоже как бы штука реверсится, оттуда достаются секреты полностью либо частично и позволяют в дальнейшем компрометировать непосредственно целый сервис. Секреты не распространять между работниками без необходимости, вообще я бы без необходимости убрал, просто не распространять, делать все закрыто от работников, но посмотреть, если правде в глаза, то такие кейсы все равно необходимы, возникают, и поэтому лучше формировать некий конечный реестр пользователей, кому доступ к секрету все-таки может быть. Здесь только важно, что момент получения такого доступа, он должен быть подконтрольным, то есть, либо это выдается по какой-нибудь заявке с распечаткой конверта, если это пароль к критичной системе, либо это должно быть раздельное знание, когда будут собираться два и более людей, либо это должен быть какой-нибудь сервис управления секретами, либо это будет какая-нибудь схема порогового разделения секрета, что нам не страшно, что кто-то из нас попадет под трамвай, зато двое других соберутся и восстановят секрет, и так далее. Все секреты должны быть учтены, но это логично, это просто прописная истина, не смешивать назначения секретов. Вот тут давайте подробнее остановимся. есть такая тема, что с точки зрения криптографии смешивать роли каких-то криптографических значений в разных ситуациях нехорошо. Почему? Потому что это дает преимущество атакующему, это дает преимущество непосредственно злоумышленнику, и он может эти секреты стараться восстанавливать. При этом с точки зрения именно разделения ролей проще сделать как? Вы просто двигаетесь от потребности, вы выделяете потребность, вам нужен секрет для доступа в базу данных, вам нужен секрет для формирования электронной подписи, вам нужен секрет для шифрования трафика, вам нужен секрет для доступа в копихи вашего провайдера. Вот это все лучше разнести и никогда не смешивать, они у вас должны быть в разных ветках, к ним должен быть разный доступ, они должны защищаться какими-то разными другими секретными ключами и при этом внутри себя не перемешиваться, потому что на практике мы иногда видели ситуацию, когда ключ для шифрования данных использовали например так же для подписи. Вроде как безобидно и там и там билиберда на выходе, битовая строчка, но при этом если поанализировать, то можно в принципе нехило так восстановить часть этого ключа. Последний пункт отсюда это ратировать секреты, то есть ничего не вечно под луной, нужно их менять, обязательно нужно устанавливать криптопериод и следить, если есть подозрение в компрометации секрета, лучше его оперативно поменять. Чем быстрее сделать и тем меньше будут плохие последствия. Включайся. Целостность. Здесь пробежимся чуть быстрее. Формирование доверенной среды, внедрение электронной подписи, контроль CICD инструментов и контроль целостности образов контейнеров. Что это такая тема? Есть разделение, то есть вам нужно обеспечить ситуацию, когда у вас код формируемый в среде разработки тестируется в тестовой среде, тот же самый код запускается в припроде и тот же самый код уже готовый финальный уходит в продсреду. Сделать это можно легко и просто, если вы все требования по безопасности натянете абсолютно на всю зону. То есть вы сделаете, что у вас дев среда идентична по требованиям по безопасности продовой и все остальные. Но правде в глаза никто этого никогда не сделает, особенно потому, что в среде разработки нужно быстрее разрабатывать, отлаживать и как-то выкатывать релизы. Поэтому для таких ситуаций можно применять методы по электронной подписи. Соответственно, если вы выкладываете, например, подготовили релиз, релиз подписал ответственный человек своим секретным ключом, далее формируется pipeline для CI компонента, он тоже подписывается, и в дальнейшем, когда вы будете деплоить на какой-либо стороне, вы можете четко гарантировать, что вы проверяете сначала подпись pipeline, если она валидна, pipeline исполняется, и в рамках самого pipeline проверяется подпись релиза, и он деплоится. То же самое делается с контейнерами, и тем самым вы можете условно перекладывать ответственность не на технику, которой мы не доверяем, если она вне нашей области проверки, вне нашей области аудита, а перекладывать ее на работников, которые по-любому внутри ваших процессов и по-любому их будут проверять. Правила взаимодействия, то есть вы для себя фиксируете для вашего сервиса, какие нужны соединения, как входящие, так и исходящие, определяйтесь с каналами передачи данных, и вот то, что я все рассказываю, это лучше куда-то выписывать, выписывать, потому что в конечном счете нужно будет также определиться с протоколированием событий. Здесь опять же из всего, что перечислено, это все довольно такое стандартное и все все понимают, но важный момент в том, что, например, данные в логах нужно маскировать до их записи в лог. Это тема, которая прям боль, но нужно за этим следить, что бывают различные уровни логирования, их лучше внедрять, и, соответственно, нужно проводить маскирование заранее. Также определяем по правам доступа, не делаем ситуации, когда кто-то будет в рамках своих обязанностей проверять сам себя. Если мы говорим про взаимодействие с хостинг-провайдерами, то есть определенный пул лиц, кто может формировать какие-то заявки на изменения, иметь вообще право на изменения внутри вашей инфраструктуры, а есть те, кто просто отвечает за мониторинг и ничего другого делать не может. Актуализировать документацию, это важно для интеграции в будущем с какими-то системами. Опять же, если вы разработчик, продуктованер, вам это нужно документировать. И контроль целостности. Об этом тоже много сегодня говорили. То есть некие критичные файлы, которые желательно, чтобы они не изменялись, их нужно также документировать. Итого, на этом этапе мы перед выбором непосредственно поставщика, что имеем. У нас более-менее структурированный процесс разработки, у нас есть перечень всех необходимых составных элементов нашего приложения зависимости, что мы можем контролировать, у нас есть перечень необходимых соединений, прав, учетных записей, у нас есть перечень событий, которые наше приложение будет протоколировать, которые нам важны, и мы формируем из них список для того, чтобы вычленять из общего потока, у нас есть перечень лиц, которые отвечают за какие-то процессы, за изменения в инфраструктуре и так далее, и мы с этими данными, с этой охапочкой можем прийти к любому поставщику и уже вести с ним беседу. Во-первых, соответствует ли этот поставщик требованиям, которые нам необходимы, потому что зачастую это является стоп-фактором, например, в том же PCI DSS. Во-вторых, есть ли матрица распределения ответственности, чтобы понять, а что вообще поставщик может предложить, что мы можем у него взять, за что он будет отвечать, в каком объеме и как. Согласовать вышеуказанные параметры для интеграции, это вот то, о чем мы говорили, вот всю нашу пачку, потому что у поставщика могут быть какие-то свои программные сервисы, с которыми нужно интегрироваться и в них просто загрузить нужно что-то. Поставщик может просто на уровне интерфейса общения с вами как-то обсуждать и, соответственно, вы ему сообщаете необходимые данные, зависимости, разрешающие соединения и так далее. Согласование уровня обслуживания, процедуры сборки диплоя, кто за что, опять же, отвечает в зависимости от матрицы, сами будете собирать, либо это делать будет поставщик, кто будет отвечать за элементы составные этой сборки, кто там готовит базовые образы и так далее. Вот. Протокол обмена данными, опять же, чтобы не по паблику это все кидать, у кого-то есть личный кабинет, у кого-то есть файловый обмен, у кого что. Вот. И согласование интерфейсов управления и мониторинга. Здесь как раз-таки все проистекает в ту тему, что если возникнет какая-то нештатная ситуация, то вам нужно на нее как-то быстро реагировать. Дополнительно, если для вас, для вашего сервиса вы уже подросли и важно, то можно подумать об отказоустойчивости. Вот. И очень важно адаптировать все свои процессы, если вы уже определились с поставщиком, заехали туда, что ваши внутренние процессы управления инцидентами и уязвимостями анализа рисков и так далее должны уже учитывать то, что вы теперь у поставщика в облаке. Что он как-то будет в любом случае влиять на безопасность вашу и как-то эти риски нужно будет обрабатывать. Вот. Завершить хотелось бы одной мыслью, которую регуляторы очень сильно любят и даже сейчас СЦБ так подумывает на эту тему, что несмотря на то, что вы можете заутсорсить очень большой объем процессов, данных и инфраструктуры, в конечном счете перед вашими клиентами и перед регуляторами отвечать будет ваша компания. То есть заключение договора не снимает ответственность с вас, вот, и при этом вам по сути все равно легче жить, потому что большую часть трудозатрат на выполнение тех или иных регулярных процедур, требований настроек будет брать на себя поставщик. Вот, это просто такая данность, которая, к счастью или к сожалению у нас сейчас есть. Вот, на этом по таймингу мы успели, успели, вот, быстренько. Спасибо за внимание, вопросики, готов поотвечать. Спасибо.